Хозяйка Медной горы, золотой полос, серебряная копытца. Героев сказов Павла Бажова можно увидеть на малой выставочной площадке детской художественной школы. Всего в экспозиции сказы представлено 16 работ учащихся первого класса, выполненных в различных техниках. Уж не один десяток лет мы рисуем героев бажовских сказов. И сказы-то эти все до дыр зачитаны. Но живой интерес и вдохновение заставляет нас снова возвращаться к этой теме. И живая жизнь вот этих вот населения бажовских сказов будет фантазией у наших детей. И дети наши сами создают живописные сказы. Карандаши, фломастеры, гелевые ручки использовали юные художники для выполнения своих работ. Любимая тема первоклашев детской художественной школы – сказочные персонажи, говорит педагог Екатерина Пестова. Они любят фантазировать и создавать новых героев. У каждого ребенка одна и та же хозяйка Медной горы выглядит абсолютно по-разному. Здесь вот вы увидите, что действительно это так. И все персонажи очень разнообразные, очень яркие, красочные, с каким-то детским видением. Это очень важно и ценно в этих работах. Увлекательные сюжеты знаменитых сказов бажова каждый ребенок выразил по-своему. На бумагу легко перенеслись впечатления юных художников. Прочитанные произведения уральского писателя помогли освежить в памяти любимые образы, которые так нравятся детям. Я решила нарисовать один из сказов «Серебряная копытца». Это мой один из любимых сказов. И я решила изобразить Даренку и Муренку. Даренка, я рисовала ее как себя, то есть свой автопортрет. А Муренка – это моя кошка. Я рисовала по рассказу бажова золотой волос. Вообще, я давно ознакомлена была с этим рассказом, еще с самого детства. Поэтому я решила выполнить именно вот эту красавицу. Она мне запомнилась тем, что у нее были очень красивые волосы. И по рассказу они тоже у нее всегда сверкали, они были у нее волшебные. А это уже другая экспозиция детской художественной школы, которая в эти дни разместилась во Дворце культуры Северского трубного завода. «Кристалл холодный» – дар земли в одежде дивных граней. Название завораживает. Ровно как и работы, представленные здесь. Их всего 15, выполнены в графике. В основе сюжетов самоцветы, которые являются одним из ярких образов Полевского, созданным Павлом Бажовым. Причудливая геометрия линий, строгие изломы граней, игра цветовых переходов. Смотри и любойся. Дополняет композицию калаш с цитатами и сказав о буральских камнях и их краткой характеристикой. Также к предстоящему юбилею писателя работы юных художников разместились в культурно-экспозиционном комплексе «Бажовский» и Екатеринбуржской библиотеке Белинского. А с 29 января их можно будет увидеть в городском центре досуга «Азов». Наталья Вишнева, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.